Вся наша страна в лесах новостроек Семилетки. Шагнули они и далеко на север, в Архангельской области, близ Котласа, строится крупнейший в Европе целлюлозно-бумажный комбинат. Глядя на этого гиганта, трудно поверить, что совсем еще недавно на месте его цехов шумела тайга. В первую очередь Братского комбината готова вступить в строй. Это важный вклад в дело развития большой химии нашей страны. Принимают поздравления строители Устилимского комбината. Среди бескрайних просторов неосвоенной тайги они сами строят свое будущее. У меня есть фотографии еще от Мамины строительства города Устилимска. Там есть вручение комсомольских билетов, там вот на горе. Я самый молодой, в принципе, из коллектива, вот из здесь присутствующих. 18 лет работаю на предприятии, Сергей Константинович 25. Серега 28 лет, Сергей Валерьевич. Я пришел в 94-м году, устроился буквально на полгода, не планировал оставаться. Ну, познакомился вот с людьми, которые работают сейчас, они работали уже тогда, со многими старыми варщиками. И благодаря их опыту, благодаря их оптимизму, с каким они работали, да, я просто заразился этой работой. А потом, когда настали тяжелые времена, получилось уже так, что мужики работают, ну и я буду работать. Воспитание, как бы, тех лет, оно дало свое, наверное, что ли. Была очень сложная ситуация, очень многие люди уходили, уезжали в другие города. Квартиры практически бросали за бесценок, значит, и искали, так сказать, лучшие доли на стороне. Мы простояли практически полной остановкой в течение полугода. Завод не работал совсем. Тяжелый период, наверное, постперестроечный. 95-й, 98-й, 96-й. Возможности были, в принципе, и уехать, и найти где-то здесь, и очень многие ушли. Но в основном это вот костяк коллектива, который остался. Это либо комсомольцы, которые приехали сюда по комсомольским путевкам, да, либо их дети. Или отдали столько сил, здоровья, жизни, да, этому заводу. И так просто бросить и уехать куда-то, неизвестно куда. Кто где нас ждал в то время. Вот идешь по пустому цеху и думаешь, тут кипела жизнь. Тут боролись за выполнение плана, производственной программы. Тут ночевал, здесь со слесарями занимался ремонтом. И тишина, только ветер гуляет, окон нет, все разрушено. Правда, это было очень жалкое, мерзкое чувство. Вот обиды, что почему, почему это все стоит. Наши потребители остановились, и нам некуда было продавать целлюлозу. И рынок китайский для нас еще был не настолько открыт. Комбинат стоял на коленях. Мы по полгода не получали зарплату. Бесплатно работали, талоны давали. Огромными бумагами. Ходили в столовую, оттоваривались. На одежду меняли эти талоны. Были как валюта. Кружки, шторки, всякую ерунду, колодки детские. Ей было 4 года, мы ее прокормить не могли. Отправим бабушке в деревню, сама по ночам реву, потому что дитё в деревне. Холодильник отключен, печка тоже не нужна была. Готовить было нечего. Ну ничего, выжили. Группы «Элим», точнее «Элимпалпа» в то время, это было спасением для комбината. И это все понимали. От простого рабочего до руководителя. Комбинат заработал, комбинат ожил. Мы начали продавать продукцию, нам стали выплачивать зарплату. Основа компании была из ребят, которые все заканчивали целый бумажный институт. Мы все знали, о чём мы говорим. Технологии понимали хорошо и разбирались в этом бизнесе. Но понимали, что нам самим необходимо заниматься управлением предприятием. Идти в производство, идти в управление комбинатом. Вот это решение было действительно тяжёло. И в общем-то это было, наверное, новаторство. Вот с 2000 года хорошо стало. Ну тогда и зарплаты стали хорошо давать. Уже более-менее стабильно. Пошли ипотеку, взяли квартиру, купили. Пробуй, Серёга, снимай. Пробуй, наше родное предприятие, которое нас кормит и поет. Кто у нас говорил? И дым отечества нам сладок и приятен. А у нас дым нашего завода нам сладок и приятен. Потому что если мы видим этот дым, значит наш завод работает, производство работает, фирма «Илим» работает, нам зарплату платят. У нас есть перспектива на будущее. Очень хороший был рынок, мы получили хорошую выручку. Мы купили очень много оборудования. Когда хорошо предприятие работает, оно интересно всем. Была попытка такая очень серьёзная. Бредерский захват нашего предприятия. В этих редких кадрах, вовсе не лихие 90-е, 21 декабря 2001 года, от одном рейсом из Москвы в Братск прилетело несколько людей в штатском. В здание завода управления они вошли в сопровождение судебных приставов и охраны. Так работники Братского лесопромышленного комплекса впервые узнали, что такое рейдерский захват предприятия. А по стороне прокатилась последняя волна передела крупной собственности. В июне 2002-го эти же люди в сопровождении юристов уже на комбинате в Коряжме. Мы представляем акционеров и членов совета директоров. А вы можете представить? Вы же знаете меня, вы же всё знаете. Но работники предприятия на этот раз предупреждены, а значит вооружены. Наши рабочие с ружьями стояли на площади. Мы все были против. Люди очень боялись, что что-то изменится. Приезжали вооружённые охранные предприятия, как они назывались. Пришлось ставить решётки на все три этажа, срезать пожарную лестницу. Вообще очень жёсткая борьба шла. Народ ночевал прямо вот на площади возле управления. Привозили дрова, жгли костры. Людей формировали, записывались сами там люди. Шли по инициативе, своё отстояли. И вот тем самым вот и комбинат-то. И начал жить дальше. Компания достаточно быстро залезывала раны в материальном смысле. Но было совершенно очевидно, что пять лет выброшено. То есть пять лет никто не занимался технической модернизацией. Говоря уже об инвестициях. Практически все заводы были выведены достаточно быстрое время. Уже к шестому, мне кажется, году, к концу пятого, на максимум своих возможностей. Дальше, с точки зрения логики бизнеса, значит, у вас есть всегда два варианта. Или вы должны продавать компанию. Или получить серьёзного партнёра, который бы имел опыт, прежде всего технологический, и рыночную позицию. Я отвечал за международную стратегию компании International Paper. Мы хотели развиваться в странах БРИК. Россия — крупнейшая из них. А Элим Палп была крупнейшей в России компанией в отрасли. Когда мы объединили наши усилия, первое, что мы сделали, это чётко обозначили наши задачи. Одна из них — развивать торговлю с Китаем. Для этого мы создали бизнес-единицу Восток, чтобы развивать наши сибирские мощности и увеличить экспорт в Китай. Мы строим здесь самую большую хвойную линию в мире. Производство этой линии будет 700 тысяч тонн в год биолонной хвойной целлюлозы. Будем использовать современную технологию. С точки зрения затрат, будет дешевле, чем старые производства. Для экологии эта линия будет приносить хорошие результаты тоже. У нас работают люди из Польши, Америки. С нашими поставщиками работают скандинавы, люди из Франции, Германии. Разные интересные люди. Я прибыл в первом потоке иностранных специалистов. Мы работаем над капитализацией компании и её активов. Это красивая страна, прекрасные люди. Вот сейчас мы будем выпускать Большой Братск. Нам каких-то профессий не хватает, в частности. Уже и у Коряжмы, и у Стилимска я попросила нам дать на какое-то время содовщиков. У нас в это время будет работать и старое оборудование, и надо пустить новое. А значит, нужны люди. Мы отправляем наших специалистов в Братск. Я думаю, что ребята не только покажут помощь нашим коллегам, партнерам. Я надеюсь, что они привезут сюда бесценный опыт. Раньше все комбинаты представляли из себя предприятия, которые конкурировали между собой. За эффективность, за большую социальную сферу, за свои успехи. Это были маленькие государства. Сегодня группа «Элим» – это компания, объединяющая в себе три крупных предприятия. Мы не конкурируем. Мы помогаем друг другу, мы дополняем друг друга. Мы занимаемся одним делом. У нас единые цели, единая политика, единая миссия. Мы дышим одним воздухом.